Всем привет! Меня зовут Инесса и вы на моем вышивальном канале, а также Ричард. Ричард, все не мешай. И сегодня я вам хочу показать свои завершенные работы. В вышивальных неделях вы их уже видели. Ну а также в трансляциях я частенько показываю свои готовые работы. Но сегодня у меня оформленные работы. Какие же работы я оформила, сейчас мы вместе с вами будем смотреть. Это сэмплер. Сэмплер по авторской схеме вышед Анны Кир. У Анны Кир на ютюбе свой канал, называется вышивалочка. Ссылочки я вам оставлю. Если кому-то нравятся подобные работы, можно у автора купить схемку, либо купить готовый набор. Я покупала набором. Это моя вторая работа по схеме Анны Кир. Даже уже не вторая, а третья. Но я не считаю игрушечки. У меня еще есть игрушки оформленные. Хотя в этом видео я вам в конце тоже покажу, потому что не помню в отдельном видео снимала или нет. В вышивальных неделях точно помню. Показывала и в трансляциях показывала. Но не все зрители смотрят трансляции, поскольку они очень длинные. Ну покажу вам быстренько в конце видео игрушку. Мне очень нравятся авторские схемы Анны Кир. Вообще, в принципе, я цемплеры не особо люблю. Но здесь разные виды техники. И больше всего меня привлекла техника рококо. Вот здесь вот розочки, вышитые техникой рококо. Здесь идет вышивка крестом, вышивка бисером. Использованы стразы. Ну, в общем-то, я думаю, для тех, кто хочет попробовать повышевать в разных техниках, то для вас вот эти сэмплеры очень даже подойдут. Здесь, конечно же, меня привлекли клубнички. Вот эти клубнички, вышитые бисером, обалденно смотрятся. Я вообще люблю ягодки, цветочки. Кто уже заметил, кто подписан на мой канал, кто еще не подписан, подписывайтесь. А также не забывайте ставить лайки. Очень люблю я ягодки и цветочки. Цветочки в первую очередь, ну и ягодки тоже. Они такие яркие, вышиваются двумя цветами бисера. И такой бисер переливается. Не матовый бисер. Ну, я люблю такой бисер блестящий. Вот вообще люблю все блестящее. Стразы, бусины. Ну, и здесь вот еще рукоко. Много лет я хотела попробовать технику вышивки рукоко. Но когда нет опыта, и ты не можешь вышить, просто взять и вышить всю картину. А вот такие маленькие элементы, особенно когда у тебя есть схема на руках, очень даже легко можно научиться вышивать. Ну, конечно же, в идеале, чтобы все классно получалось, нужен опыт. Конечно же, нужно не один год вышивать, чтобы добиться мастерства. Но даже в первых работах у меня неплохо получилось. Не все, конечно, здесь розочки идеальные, но все-таки, в общем, работа сделана аккуратно. Я всегда делаю несколько фотографий и выставляю их в Инстаграм. Инесса-Орен. Инесса нижняя, подчеркивание, Орен. Это мой рукодельный Инстаграм, где можно посмотреть все фотографии. Но когда фотографируешь красный цвет, ярко-красный цвет, то фото бликует. И особенно если бисер, все равно не получится рассмотреть во всей красе. Вот в этих работах у меня везде музейное стекло. Оформляю я в нашей Оренбургской багетной мастерской. У нас в Оренбурге, в центре города, на улице 8 Марта, есть прекрасная багетная мастерская. Они, правда, не работают через интернет. Девочки уже спрашивали. Они не отправляют посылками. Но оформление очень аккуратное и недорогое. Я оформляла две работы. Вот эту работу и Милхилл. Сейчас вам покажу. И за две работы я отдала 2500. И это с музейным стеклом. Так что... Ну, конечно, у нас в Оренбурге и зарплаты небольшие. Если бы были дороже цены, то вряд ли бы эта багетная мастерская пользовалась спросом. Поэтому здесь все соответственно. У нас и зарплаты ниже, и цены на все ниже. Хотя девочки из больших городов тоже писали, что у них есть такие пакетки, где можно найти оформление подешевле. Но у меня здесь нет каких-то особых наворотов. Наворотов я все оформляю в пластиковые рамы, не в деревянные. Но здесь еще есть тоненький подрамник. Для чего нужен подрамник? Когда в работе используются крупные бусины. И вот как мы видим внизу, здесь есть такие вот эти крупные бусины, как биконусы, наверное. Не знаю, как правильно их назвать. Но, в общем, когда есть крупные бусины, то обязательно нужен подрамник. Иначе стекло будет прижимать работу. И с обратной стороны работа будет немножечко выпуклая. То есть, либо будет она выпуклая, либо подрамник. По-другому никак оформить невозможно работу, если крупные бусины. Ну и также вот эти шовчики рококо, они тоже прижмутся, если стекло положить сразу на работу. Поэтому обязательно используется подрамник. Вот тоненькая рамочка. Либо двойную раму делают. Вот тоненькую раму, потом стекло, а потом еще вторую раму. Хотела я, чтобы были оформлены эти работы одинаково. Поэтому вот этот первый сэмплер я отнесла в пакетную мастерскую. Оставила им как образец. А для того, чтобы они могли оформить вот точно так же. Специально выбирала одинаковую раму, но разного оттенка. Вообще, я купила все четыре сэмплера у Анны Кир. Это сэмплеры времена года. Лето, осень, зима, весна. И вот две работы вышитые. Это у нас весна, а это лето. И еще остался у меня зимний сэмплер и осенний. Еще мне очень нравятся кружевые розы. Ну, в общем, в дальнейшем я планирую все сэмплеры от Анны Кир вышить. Ну, нравятся они мне. Нравятся и по сравнению с зарубежными дизайнерами. Конечно же, они дешевле. Вот, понятно, что у меня есть, конечно же, и другие сэмплеры. Но цена кусается. Вот, ну и, в принципе, вот те сэмплеры, которые у меня куплены, они вышиваются нитками ручного окрашивания. Но там нет ни бисера, ни бусин, ни страз, ни рококо. Просто вышивка крестом. А здесь вот как раз-таки разные техники. Ну, и еще одну работу я отнесла на оформление, вот вместе с этой. Это Милхилл. От Милхилл у меня вышито три работы. И все три оформлены одинаково. Точно так же я в багетную мастерскую отнесла образец. И просила по этому образцу оформить мне еще одну работу. Это котики, черные кошечки. Черные кошечки. Я смотрю, мне пока сверх ногами вам показываю. Вот, черные котики. Это такой садово-огородный сюжет. Я очень люблю сад-огород. У меня есть отдельный канал, который называется «Солнечный цветок». И вот такие вот котейки собирают осенний урожай, тыквы. Очень понравилась мне эта работа. Вообще все садово-огородные сюжеты я очень люблю. И оформлено с паспарту. Паспарту не бархат здесь обычная, но выглядит как бархат. И основу я заменила. Там в наборе была основа такого темно-кофейного цвета. Я заменила на канву. У меня был кусочек, небольшой кусочек канвы. Тоже в вышивальных неделях я показывала. И вот такая получилась зелененькая работа. Хотя я почему-то не особенно люблю зеленый цвет в оформлении, либо когда основа зеленая. Но вот здесь, мне кажется, все так хорошо сочетается, нормально выглядит. Мне кажется, на темно-кофейном фоне эти черные котики бы терялись и не выглядели бы так ярко. Ну, не знаю, это мое видение. Все, конечно, по-разному видят эти сюжеты. И вот у меня две работы еще тоже в таком же стиле, в такие же рамы оформлено, но с разным цветом паспарту и разного цвета рамы. Здесь вот эту вот работу я вышивала на перфорированном картоне. Тот, который был вложен в набор. Но на картоне как-то вот сильно эти дырочки, вот я даже без очков их вижу, поэтому заменила здесь на равномерку. Здесь у меня линда 27-я. Но здесь, в принципе, полная зашивка идет. Полная зашивка, только чуть-чуть по краюшку. Вот есть поле открытое. Можно было бы, конечно, эту работу и на картоне вышивать. Но вы знаете, на перфорированном картоне вышивать ювелирный бисер крестом для меня сложно. Можно картон помять. Для меня проще крестиком вышивать бисер, мелкий бисер пришивать крестиком. А в наборе Милхилл как раз-таки мелкий ювелирный бисер пришивается крестиком. Я, кстати, не сразу на это обратила внимание. Но читайте внимательно в схеме, там в скобочках написано кросс-стич. Это значит, вышивается крестом. Я думала, должна быть прям отдельная графа, как вот в наших наборах. Крест, полукрест, нет. Там просто в скобочках написано. Поэтому будьте внимательны. Как пришивать бисер полукрестом, крестом, шов назад, иголку. В общем, я сняла видео. На канале будет видео, как пришивать бисер в разных техниках. Как пришивать в круговой технике, чтобы идеально ровно лежали бусины и бисеринки. Такое видео у меня уже есть. Но девочки просили снять еще видео, как вышивать крестом, полукрестом. Ну, в общем, вот такие у меня получились работы. Также в инстаграм можно посмотреть фотки. Но вот эту работу тоже не получилось сфотографировать, как положено. Потому что бисер бликует. И нужно выставлять правильно свет для того, чтобы смотрелась эта работа вот так же, как она вживую. Нужно сделать десяток фотографий для того, чтобы какая-то из них получилась удачна. И еще на что хочу обратить внимание. Девочки писали, что мелкий бисер петит пришивается крестом, потому что так он лучше дает блеск. Так вот, вот в этой работе мелкий бисер петит был матовый. И никакого блеска у него не было. Но он все равно пришивался крестом. Я долго думала, почему же нужно его пришивать крестом. Но вот получилось, что вот на этом горшочке, когда бисер пришиваешь крестом, то он лежит вот не боком, а ровно. И получается как будто черепица, как будто кубики. Да, вот бисер вот так кубиками ложится и смотрится как будто на горшочке черепица. В принципе, не обязательно это делается для блеска. Но вот на деревьях, вот здесь, я не стала пришивать бисер крестом. Пришила его полукрестом. Ну, потому что я считаю, там не особо оправданно матовый бисер мучится пришивать крестиком. Потому что листики вот эти, особенно никого эффекта, я попробовала и так, и так пришивать. И особой разницы не заметила. Поэтому, чтобы не мучилась, и пришила полукрестом. Полукрестом быстрее. Но, конечно, если вот здесь вот по-другому никак нельзя было, на горшочке это было видно, то я пришивала по ключу как положено. И еще на что я обратила внимание. Когда мы на конве 14 каунта пришиваем бисер 10 номера полукрестом, то он закрывает всю ячейку, всю клеточку. Но если мы полукрестом пришьем мелкий бисер, то он всю клеточку не закрывает. То есть, видно получается основу. Так вот, когда мы крестиком пришьем мелкий ювелирный бисер, и он разворачивается, и тем самым закрывает прям полностью всю ячейку. Я думаю, что это еще сделано и для того, чтобы не видно было через бисер основу. То есть, не обязательно это делается для блеска. Ну, в принципе, вот кроме листиков, весь мелкий бисер петит я здесь пришивала как положено крестом. Ну, вот за исключением вот этого дерева. Ну, собственно, такая получилась красивая работа. Это все мои работы. Милхилл. Больше у меня наборов мелхилла нет. У меня их было три. Есть еще маленькие игрушечки. Маленькие игрушечки я пока еще не вышила. А вот те, которые в наборчиках были вот такого размера, вот их было три, и все три я в этом году вышила. Вот такая у меня получилась красота разного цвета. Ну, я специально так подбирала. Ну, правда, вот здесь вот у меня рама, и вот здесь рама одинакового цвета, золотистая. Потому что у нас в багетной мастерской не такой огромный выбор рам. Но, в принципе, они все равно разные, потому что и основа другого цвета, и паспарту тоже другого цвета. Разного, вернее, цвета. Ну, в общем, что еще хочу сказать вот по поводу вот этих вот работ, по поводу сэмплеров. По ключу сэмплеры от Анны Кир нужно было вышивать на конве на равномерке 32-го каунта. Ну, а поскольку для меня это очень мелко, я пробовала вышивать. Вот на конве 16-го каунта я вышиваю, а равномерка 32-го каунта, хотя она соответствует 16-му каунту конве, я не могу вышивать даже в очках. Ну, и чтобы себя не мучить, я заменила на равномерку Линду, вернее, здесь не Линда. Можно заменить на равномерку Линду 27-ю, либо Лен Кэшел 28-го каунта. И вот в данном случае у меня Лен. Я уже хотела на вторую работу приобрести Линду, либо Британи, потому что эта основа намного дешевле, чем Лен. И в Оренбург у нас Лен не привозят. Очень редко он бывает. У Ольги в радуге вышивки я заказывала, но сейчас ассортимента нет, поэтому хотела заменить. Но в итоге подумала, если первая работа вышита на Лне, а вторая работа будет на Британи или на Линде, это будет видно. И все-таки хочется, чтобы они были вышиты на одинаковой основе, но в разных оттенках, и оформлены в одинаковые рамы, тоже в разных оттенках. Поэтому все-таки купила сюда я Лен. Был вот такого цвета, 222-й вот этот вот Лен. Так, этот сейчас уже не скажу. Где-то в трансляциях мы с вами обсуждали, и там я показывала номера Лена и карту цветов. У меня есть карта цветов основ Цвайгард, и по этой карте я выбирала. Ну, в общем, сюда выбрала желтенькую, сюда выбрала такого светло-салатового цвета. И еще на два оставшихся сцемплера тоже выбрала Лен. Скоро он ко мне приедет, хотя, может быть, и не скоро, но, в общем-то, я заказала через интернет. Когда приедет, я вам обязательно покажу. И буду вышивать на белой основе и на основе, наверное, или молочного, или кофейного цвета осенний буду вышивать. Ну, пока еще точно не знаю, приложу ниточки, а там уже посмотрю. Тоже приобретала наборами. Вот еще два сэмплера. Купила наборы. Ну, в общем, вот так я заменила на Лен. Поэтому, девочки, кто не может вышивать на мелком каунте, смело меняйте на 28 или 27 равномерку. Все получается прекрасно. И вот эти ягодки тоже прям бисеринки лежат одна к одной. Даже если на 32 каунте вышивать вот эти ягодки, бисеринки, мне кажется, там бисеринки будут толкаться. Потому что я как-то пришивала бисер на конвей 16 каунта, и бисер толкался. Ну, в общем, вот такие получились у меня работы. И сейчас покажу быстренько игрушечку. Для тех, кто не видел, много времени не буду вас отнимать. Просто мельком вам покажу еще законченные работы по схеме Анны Кир. Вот такие две игрушечки у меня были вышиты. А вот это куплено набором у Анны Кир. Здесь также Рококо шовчики и бисер. Десятый номер и также ювелирный бисер. И вот еще тоже очень красивые шовчики металлизированными нитками. Ну и мне настолько понравилась эта игрушка, что я решила вышить вторую. Тоже по той же самой схеме, но уже со своим подбором ниток. Здесь использовалась равномерка Линда 27. Здесь тоже Линда с металлизированными вкраплениями. Но здесь много зашито, поэтому не особенно видно. Но все-таки, если присматриваться, то видно. Вот такие вот у меня еще игрушечки получились. В вышивальной неделе я их показывала. Там подробно. Ну все, вот такие вот были у меня работы, вышитые весной 2021 года. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok